Алло, Алексей, значит это, вы можете выдвигаться сейчас сами пока. Командир бригады «Восток» ДНР, позывной майор, говорит по телефону с другим командиром. Мы будем сейчас с ним встречаться, договариваться о том, как будет осуществляться наше взаимодействие, наше взаимодействие именно по ротации личного состава их в аэропорт. Еще 3-4 дня назад то, о чем говорит майор, было бы невозможным. Сейчас же режим прекращения огня. Джип с украинскими командирами появляется из-за поворота. Детали ротации глаза в глаза. Ополченцы дают добро на проход машин с бойцами противника по своей территории. Медикаменты, вода, провиант. Сейчас мы присутствуем при знаковом моменте, когда военная техника ополченцев ДНР грузовики по доброй воле открывают дорогу, убирают вот этот вот сожженный автомобиль, чтобы пропустить колонну с бойцами вооруженных сил Украины на ротацию в аэропорт. БМП выкрашен на скорую руку, вводы эмульсионной краской белого цвета. Преграда устраняется, дорога свободна. И вот они, грузовики. Внутри солдаты, на смену тем, кто сейчас в аэропорту. Это украинские солдаты. Нет радости на их лицах, только напряжение. Мы тоже садимся в грузовик с белыми полосками. Путь в аэропорт. Через центральный въезд, территория войны, каждый сантиметр в рытвинах, воронки, изгрызанные осколками асфальт. Это то, что еще недавно называли новым терминалом. Проводим вот такие вот операции. Пусть люди кушают на здоровье. Мы же не волки, чтобы у них последнюю кость отбирать. Ополченцы сегодня благосклонны к противнику. А к доброй воле, в надежде, что выстрелов с украинской стороны больше не будет. Дальше не пустили никого. КАМАЗы уходят вглубь к позициям. Через пару часов грузовики вернутся с теми, кто вот уже несколько недель сидят в бетонных бункерах, подземных коммуникациях под зданием аэропорта. Прошло около часа нашего ожидания. Мы видим, возвращаются КАМАЗы с белыми полосами вооруженных сил Украины. Внутри них находятся люди, которые произвели ротацию, вернулись из здания нового терминала. Это те самые бойцы вооруженных сил Украины, которые провели в новом терминале в противостоянии с ополчением последние месяцы. Чуть больше 50 бойцов не самый лучший внешний вид. Судя по всему, условия на украинских позициях не сладкие. Аэропорт в блокаде. Но украинцы, похоже, все-таки рады, что благодаря доброй воле ополчения удалось вырваться из ада. Рады, что возвращаетесь? Очень. Что можете сказать? О Украине хотим сказать. И хватит войне. О Украине, и хватит уже войне. Уже все, пора домой. К семьям, детям, мамам, папам. Надо уже все, надо уже, надо все отстраивать, наоборот. Лица этих людей говорят сами за себя. Три-четыре километра их отделяет от абсолютного спокойствия. Но здесь территория ДНР. И пока украинские солдаты во власти ополченцев. Эта гуманная и мирная операция проходит под контролем бригады «Восток». Все договоренности выполняются неукоснительно. Режим прекращения огня соблюдается. Александр Бузаладзе, Сергей Елисеев, Владимир Баранов и Маргарита Королева. Для Вести недели из Донецка.